привет народ наверно так будет лучше ремонт продолжается на работе почти не появляюсь до дорог говори быстро уже не все поздно сюда на работе бываю в общем редко очень поэтому поэтому что хочу сказать по этому поводу ножичек пришел все наверно поняли да маленькая крыска онтарио ред номер два ну онтарио ред номер два сразу немножко разочаровывает я надеюсь видно что клин конкретно так не по центру вот так наверно будет видно клиночек ужасно не по центру но так маленький крыс очень очень прикольно смотрится клиночек не по центру этому полечим ну как бы ножичек не мой у меня просто супруга едет скоро в москву и брат ее попросил купить данный ножичек в украине потому как в россии короче я так и не понял то ли там конкретная цена у вас в россии на данное ноже то ли то ли что то еще ну как бы сразу такой косячок еще ножа то есть при хорошем выбросе давайте покажу при хорошем выбросе клиночек доходит до конца ну практически вот там шариком чтобы он уперся шариком не хватает каких-то там я не знаю десятых миллиметров и он упрется шариком противоположный лайнер ну вот при хорошем выбросе а плюс если еще что то мы допустим захотим такое построгать порезать то у нас уже клиночек уперся лайнером в противоположный видно да что шарик уже уперся то есть в принципе вот вот как то так сейчас фирма онтарио делает ножи ножичек это не мой я повторяю ножичек это мелкого ну люфтов люфтов так вроде как бы не наблюдается ножичек очень классный вот сейчас в принципе как бы актуальная такая тема да на шорты нацепить потому что ну реально крысу допустим да в городе таскать это ну как бы не поймут люди если крысу таскать на кармане ну и самому как бы неудобно то вот 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 такой ножичек в принципе на кармане на лето почти почти какой-то брелочек в принципе да где моя рулетка моя рулетка нет моей рулетки и штангеля моего нет куда-то все подевалась вот так попробуем ну ложечек 10 будем считать 10 с половиной сантиметров в принципе такой очень прикольный малыш немножко то что он кривенький то что клиночек спит не по центру это мы поравняем но здесь проблемой клин спит не по центру потому что если вот так вот присмотреться к ножу да то он идет не ровно он идет согнутый вот в мою сторону не знаю на камеру это будет видно не видно вот глазом я смотрю вот так вдоль ножа и вижу что кончик уходит вот сюда в эту сторону то есть по идее он должен быть немножко вот так вот ровно то тогда это было бы нормально все а так клин клин немножечко вот так вот неровно ну в принципе это излечимо это мы поправим ну так в принципе ножичек прикольно то есть даже вот ну у меня ладошка такая скажем не маленькая ножичек в руке помещается довольно таки для каких-то малозначительных таких скажем так то даже не в принципе мясо колбаску порезать где-то на природе ножичек очень прикольный чтобы не спрашивали в комментариях сразу отвечаю нож покупался в магазине у нас в украине берлога в магазине стоит он 330 рубликов но если скажите скидочку попросите да то сделать вам еще и скидочку просто можно также вот хозяину прямо говорить что там обещали для скидку на скидку 5 процентов сделать то алексей сделает для меня скидочку форума можно сказать можно для меня то и делает алексей хозяин магазина скидочку 5 процентов без проблем абсолютно ну нож точная копия крысы только в уменьшенном виде в принципе как бы крысам не нравится ну и мышонок мне тоже понравился в общем ну за исключением косяков каких-то вот мелочевки это все это все лечится это все без проблем нож вылетает клин вылетает вообще такое ощущение вроде здесь какой-то оси стоит то есть что-то что-то как будто бы помогает клинку главное вот зацепиться за шпенек иногда просто палец бывает промахивается то есть просто проскальзывает через шпенек и ну шпенек довольно таки маленький поэтому хотя в принципе для такого ножа шпенек вроде как и вроде как и большой такое ощущение вроде шпенек полноразмерный оставили крыса маленькая шпенек полноразмерный ну в принципе вот и все сейчас я немножечко подлечу этот ножичек потому как скоро ему уезжать в москву так что мелкий я тебе ножичек вылечу без проблем ну вот в принципе и все маленького крысеныша я полечил клинок по центру при хорошем таком открывании пяточка становится на самое начало также в принципе как и при легком таком слегонца точно так же без разницы абсолютно становится нормально при этом всем я могу колбасить то есть это я маленькой крыской бью сейчас да и все на месте все нормально то есть при этом всем при том что я луплю очень сильно видели на для такого ножа это очень сильная то все нормально клинок как бы немножко залипаю еще то есть это не такое залипание которое нельзя сдвинуть пальцем просто есть щелчок такой вот видно да то есть вот я сейчас потихоньку двигаю его и когда сильно открыт то есть такой щелчок присутствует но это сейчас мы хозяйство еще поправим форума подмажем форумы и тогда вообще все будет замечательно потому как без формы это хозяйство залипает немножко ну вот в принципе и все очень порадовала длина клиночка то есть клиночек на всю длину рукоятки то есть вот ну практически вот я сейчас движу пальцами цепляюсь фактически цепляюсь за кончик ножа вот он видите да то есть использовали все пространство рукоятки для того чтобы засунуть его максимально длинный клиночек то есть очень порадовал такой маленький крысеныш я извиняюсь у меня в украине у нас в этом году не было весны у нас зима и сразу лет поэтому вентилятор у меня работает жужжит потому что сейчас у меня 35 градусов ну как бы вот в киоске в тени вот такой вот маленький крыс я наверное чуть позже закажу себе такую же крыску посмотрю как бы ну очень интересный такой ножичек в миниатюре то есть крыса сам по себе как бы очень хороший нож ну онтарио моделька 2 вообще то есть ну как бы да даже в большую руке нож очень неплохо сидит то есть такой маленький малыш ну и что мы не сделали это заводскую заточку не проверили да ну заводская заточка шикарная то есть в принципе нож в принципе нож режет в рамку подводы довольно таки ну разное есть косячки такие то есть с этой стороны подвод очень широкий с этой стороны подвод очень узенький ну как бы это не столь критично прям что в принципе перетащить нож можно я его перетачивать не буду потому как буквально через месяц мелкий убьет и потом уже я его перетащу то есть ну зачем я как бы не вижу смысла перетачивать заводскую заточку не попользовавшись вообще ножом я предпочитаю все таки скажем так посадить заводскую заточку не специально там что-то подолбить там по металлу и еще что-то просто в использовании то есть даже если у вас нож с кривыми подводами то ну не спешите его сразу передачивать посадить его пускай сядет режущая кромка сама по себе вы поймете как бы как как режет нож вы поймете что что он может на каких скажем так материалов он быстрее садится на каких медленней то есть в принципе можно нож не точить буквально месяц а то и два ну смотря как кто пользуется ножом ну в принципе в принципе как то так может всех очень прикольно то есть сейчас вот летом на штаны на шорты какие-то да то есть очень-очень-очень малыш такой кстати весит весит малыш не самому интересно сколько же он весит весит данный малыш у нас семьдесят девять грамм что в принципе ну 80 грамм это вполне приемлемо для ножа был бы он еще в оранжевом цвете я не знаю почему у меня тяга к оранжевым ножам к оранжевым рукояткам к оранжевым накладкам поэтому если нож выйдет в оранжевом цвете я его сразу куплю пока подожду может быть все таки будет в оранжевым ну в принципе в принципе вот и все пока все пока пока и